Всем привет! Меня зовут Томми Ротин, я являюсь основателем Международного клуба молодых бизнесменов. У нас в гостях предприниматель Олег Торбусов. Олег, привет! Мы сегодня с вами поговорим про деньги, про деньги, еще раз про деньги. Олег, расскажи, как ты заработал первые свои деньги, что это было за бизнес, работа, сколько тебе было лет? Я учился в школе еще, это было в 14 лет я пошел работать на летних каникулах к своей маме. Но в рамках ее офиса она работала в администрации, мы там бумажки сортировали, я тогда, помню, заработал за месяц 6-7 рублей. Это было для подростка хорошим таким капиталом, а постоянную работу первую я начал в 16, это была работа в качестве администратора в ночном клубе, в компьютерном. В ночной я пошел после компьютерный клуб, мы играли с ребятами, сами имели свою команду и после этого я стал там работать и генерировать себе уже какой-то постоянный доход. Скажи, а каким бизнесом ты вообще занимался? За свою жизнь я запускал, наверное, проектов 10-15, из них выстрелили и стали рабочими 3, остальные были в качестве эксперимента. Я считаю, что очень прикольно успевать тестировать разные гипотезы, проверять их, вместо того, чтобы не сделать, я пробовал, что-то не получалось, я откладывал этот проект и двигался дальше. Но вот 3 у меня сработали. А что за бизнесы-то были? Те, которые не сработали. Да, которые не сработали. Ну, я запускал продажи буровых установок, например, с партнерами, завод, который нам поставлял, обанкротился и мы решили больше этой темой не заниматься. Я занимался упаковкой франшиз, я делал launch, запуск в рамках России, проект Aircam, это облачное видеонаблюдение. Мы занимались строительством домов, Lighthouse у нас был проект, продажа автономных канализаций. Ну, то есть разные сферы я тестировал, но понял, что недвижимость и финансы, это больше мне по душе, чем продажа, там, допустим, автономных канализаций или буровых установок. Скажи, а вот сейчас, ты говоришь, у тебя 3 бизнеса, что это за бизнес, и какой у тебя основной? Ну, по факту даже их, наверное, уже 2, потому что компания финансового партнера, которую я строил последние 5-6 лет, я продал, у нас сейчас идет сделка. И я ее по-прежнему еще считаю как свою компанию, но юридически она уже не моя, хотя мы сейчас передаем дела. Это кредитный брокер, который работал на 48 городах России и СНГ, мы его запустили в 2012 году. У меня HR-проект, HR-сканер, это система онлайн оценки персонала и агентство элитной недвижимости Whiteville. Это вот мой главный проект, которым я сейчас занимаюсь 90% в свое время. Скажи, вот ты можешь назвать, почему у тебя получилось, а у других нет? Ну, вот я имею в виду, в чем твоя фишка как предпринимателя? Что ты делаешь лучше других? Ну, я бы не сказал, что у других что-то не получилось. У всех просто получается с разной степенью качество, разные ожидания стоят, разные уровень того, что ты считаешь получившимся, а что нет, кто-то заработав 100 тысяч рублей, считает, что все, у него получилось. Для меня стратегия непрерывного роста и совершенствования компании является таким латентным процессом, который может длиться 5, 7, 10 лет, и я все время буду чем-то недоволен, и все время вот эта неудовлетворенность, она является драйвером для роста. Поэтому я все проекты постоянно улучшаю, дорабатываю и по-хорошему недоволен. А ты можешь назвать несколько главных своих факапов? Что это было со факапа? Сколько денег ты потерял? Какой ты вывод сделал? Ну, наверное, запуск проектов с партнерами, с не очень проверенными. Это были мои главные факапы. Я понял, что надо более тщательно относиться к выбору партнера, к его оценке, и делать какой-то такой короткий проверочный период, хотя бы на 2-3 месяца, не открывать сразу юрлицо, не арендовать сразу офис, а попробовать вместе поделать какие-то деньги, заработать пускай небольшие, какие-то сделки закрыть. Но после этого уже станет понятно, стоит ли вообще долго с этим человеком работать. Потому что у меня основные потери – это были вложенные время, силы и энергия, в том числе и деньги, в запуск проектов, которые мы через 3 месяца закрывали, потому что поняли, что не сработали с партнером. А сколько денег, допустим, ты потерял на свои ошибки, и что это была конкретно за ошибка? Ну, например, мы сделали дорогой сайт, потратили на него там 800 тысяч рублей, например, арендовали офис, наняли продажников. И потом я понял, что с этим человеком мы не построим большой бизнес, и он не выполняет свою часть работы. Ну, у меня не было, слава богу, каких-то супердорогих ошибок, когда я купил какой-то завод или там вложил в какую-нибудь недвижимость, которая не достроилась и потерял там десятки миллионов. Нет, у меня все итерации, поскольку я всегда работаю без инвесторов, я работаю на свои деньги всегда и органически развиваюсь, это дает чуть меньшую скорость развития, но зато больше уверенность и больше грани свободы в решениях, в реализации. То есть мне никто не говорит и не советует, как должен выглядеть бизнес, как он должен развиваться, я это делаю, как считаю, правильно. И мне это больше нравится, чем, может быть, строить на инвесторские деньги какие-то проекты, если они будут как-то мне мешать или советовать. Ну, вот я вот очень ревностно к этому отношу. Как ты считаешь, какое качество тебе предприниматель помогает идти вперед и добиваться своего? Ну, да, я считаю, что характер и личность человека – это такая комбинация, сочетание качеств. Я считаю, что это способность общаться, доносить свои мысли, быть адекватным и внятным, и понятным. Это очень важное качество, потому что некоторые просто не могут объяснить, что они хотят или не могут поставить задачу, и в результате не получают то, что могло бы получиться. Я научился общаться с людьми, я считаю, что у меня это получается. Это одно из важных качеств не только для предпринимателя, но и для человека в целом, для любого человека, я считаю. Умение и способность общаться – очень полезным скиллом. Умение контролировать свои эмоции, свое состояние, свое настроение – я считаю, это тоже очень важно для предпринимателя. Не поддаваться унынию, не опускать руки, не поддаваться панике и страху, а продолжать делать, даже если что-то идет не так, как ты планировал, нужно из этого делать драму, трагедию и так далее. Ну вот такой позитивный майндсет, позитивные установки, качественное общение и постоянное обучение. Я учусь много, 2-3-4 месяца в году. Я минимум сижу за партой, езжу по разным странам для того, чтобы собрать крупицы знаний каких-то. Не нахожусь в состоянии, что я все знаю, а наоборот, как пустой сосуд, я постоянно стараюсь заполниться. Я просто увеличиваю емкость этого сосуда, и он все время остается не до конца заполненным, чтобы оставить место для новых знаний. Скажи, ты можешь называть самую успешную сделку в деньгах? Сколько ты заработал? И что это за сделка была? Ну, самая большая сделка для меня – это продажа компаний, финансовые партнеры. У нас под ДНД находятся соглашения, потому что компания продолжает работать, у нее продолжают работать все партнеры, поэтому я сумму сделки не могу разглашать, как ты с удовольствием бы рассказал, но партнеры будут не согласны. Мы оценили ее в несколько годовых прибыли, но в целом это, с учетом даже разделения партнера, приятный бонус. Ну, а по недвижимости мы продали квартиру за… Ну, вот из последних, наверное, за последние полгода эта квартира за 340 миллионов мы продали. С этого мы заработали десятки миллионов. Скажи, ты можешь называть свою суперсилу? Вот что ты делаешь однозначно лучше других? Я считаю, это эстетика. У меня есть свое видение красоты, прекрасного, того, как я бы хотел, чтобы клиент мой взаимодействовал с компанией, это точки касания, то есть это такой вижен, когда ты можешь глазами клиента посмотреть, позаботиться о нем, о его болях, о его потребностях и сделать так, чтобы было удобно, классно, комфортно, круто. Поэтому у меня супервысокий такой запрос, супервысокие требования к качеству эстетики всего, что происходит в моей компании. Правильно я тебя понимаю, что ты крутой упаковщик? Я разбираюсь в этом. Хорошо, ты можешь мне сказать, вот в чем… У тебя же есть какая-то фишка, либо принцип, как ты подходишь к бизнесу, его упаковываешь, а потом вот в конечном итоге продаешь, как ты это сделал с финансовыми партнерами. Что ты такого делаешь, что тебя отличает от твоих конкурентов? Есть какая-то технология? Здесь важно понимать, что выигрывают в соревнованиях, в Олимпиаде спортсмены не те, которые в три раза быстрее бегут, не те, которые в шесть раз больше тренируются, а те, кто на долю секунды опережает всех остальных. То есть ты не должен быть в пять раз круче, в семь раз мощнее, кардинально отличаться, ты должен быть чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше понимать реальность и в сделке выигрывает тот, кто на долю секунды раньше позвонил, кто был на один процент убедительным. Это как в армрестлинге, когда два одинаковых противника борются, все равно один побеждает. Не бывает же постоянно ничей. У кого-то чуть-чуть больше энергии было, чуть-чуть больше уверенности, мотивации. Ну вот мой основной, я считаю, индикатор того, что у меня получается, это быть на полпроцента где-то чуть-чуть более подкованным, орудированным, быстрым, приятным, чем твои конкуренты, коллеги. А есть предприниматели, которыми ты восхищаешься? Мне нравится Олег Тиньков. Мне нравится Олег Тиньков, но он своего рода бунтарь, такой эпатажный, прикольный, очень хорошие показатели, и индикаторы у его компании. Он подтверждает свои идеи деньгами, и он про деньги как раз. Оно же интервью про деньги. Вот Тиньков про деньги. Есть просто ментально близкие мне предприниматели, а есть финансово близкие. Вот Тиньков, по-моему, его банк входит в десятку самых прибыльных банков мира. И я общаюсь там с его сыном, с Пашей. Очень интересно, ну, как его майнсет отражается на его детях. Это такой, ну, мне очень приятный предприниматель. Есть еще кто-то? Ну, если Герман и Грефа, например, можно считать предпринимателем, я считаю, что можно, потому что он все-таки управляет банком, хоть и полугосударственным или государственным полностью, я про Сбер, но мне очень близок его подход, к тому, ну, то, что он сделал со Сбером на последние 10 лет. Я считаю, это суперпрорыв, суперважная большая работа. Вот. Ну, есть предприниматели зарубежные. Мне, в принципе, нравится Ричард Брэнсон. Я изучаю историю российских предпринимателей. Регалицкий, например, мне очень близок. Я смотрел последние интервью с ним, они кайфовы. Скажи, а у тебя есть наставник? Наставник, ментор? Ну, сейчас такое время, что ты можешь выбрать наставники, ментора любого человека, публичного предпринимателя, смотреть за его интервью, смотреть за его публикациями, за тем, что он пишет, за тем, какие мысли у него говорят, за тем, что он делает. Сейчас мир супероткрытый к тому, чтобы ты мог выбрать себе в наставники хоть Билла Гейтса, хоть Марка Цикенберга, и подписавшись на его соцсети, полностью погружившись в его майндсет, ты можешь просто эти идеи применять и транслировать на свой бизнес. Такого наставника, который мне раз в неделю говорит, куда мне идти, что мне делать, как мне быть, и у меня такого нет. Но при этом у меня множество наставников, я открыт к тому, чтобы воспринимать успешные модели поведения тех людей, которые мне нравятся. Есть такой хороший маленький афоризм, что никогда не слушай советы тех, кто живет не так, как хотел бы жить ты. Есть много богатых предпринимателей, но они уставшие, загнанные, они несчастливые, они грустные какие-то, подавленные, больные. У них много денег с точки зрения понимания механики бизнеса, они классные, но я бы не хотел жить такой жизнью. А есть, допустим, Роман Абрамович, который мне нравится, ну, как предприниматель, может быть, он имел фору, конечно, в процессе строительства своего бизнеса, но вот я сейчас взял все книги, которые касаются его, модели поведения, потому что то, как он выглядит, то, как его воспринимают, та информационная среда, которая вокруг нас сложилась, мне очень нравится. Ну, вот я бы хотел, наверное, общаться с какими-то такими людьми. Мне кажется, что он приятный. Ты можешь называть разницу между предпринимателем, который зарабатывает в месяц 2000 долларов и предпринимателем, который зарабатывает от 100 тысяч долларов и выше? Какая существенная разница между этими двумя людьми, что у одного не получается заработать больше, а у другой идет только вперед? Да, слушай, мне кажется, что тот, кто зарабатывает 2000 долларов в месяц, он недалек от того, чтобы зарабатывать и 200. Здесь вопрос просто маленьких тонких настройок, опять-таки вот этой половины процента. Может быть, нет reason why, нет причины, для чего ему эти деньги нужны, как только эта причина появится, у него родится ребенок, заболеет кто-то из родственников, или у него какие-то случаются либо позитивные, либо негативные моменты, у него сразу же появится мотивация. Здесь, скорее всего, идет в основе любого бездействия лежит какое-то согласие с текущей реальностью, а любое несогласие, оно не дает тебе сидеть сложа руки и заставлять двигаться. То есть это естественная мотивация человека. Поэтому если человек полностью согласен с тем, где он живет, в какой квартире он живет, кто его окружает, в каком городе он находится, где он путешествует, где он отдыхает, что он ест, как он одевается, на какой машине он ездит, сколько у него денег в кармане, какой у него уровень стресса, если его полностью все устраивает, то нет причины ему быть богатым и успешным. У него жизнь будет проходить на 3 с плюсом или на 3 с минусом, потому что он сам себе поставил такую планку. Как ты считаешь, в наше время миллион долларов сложно заработать? Да нет, не сложно. Все просто. Есть какая-то технология, по которой может любой предприниматель прийти к этой цифре? Технология называется декомпозиция. Разложи и подумай, что ты должен делать, каким ты должен быть, как ты должен выглядеть, что ты должен знать и уметь, с кем ты должен находиться, для того, чтобы тебе захотели заплатить либо миллион раз по доллару, либо 100 тысяч раз по 10 долларов, либо там 10 тысяч раз по 100 долларов. Ну вот, ты делаешь декомпозицию. У меня, моя стратегия, ну там, миллионы долларов, она простая. Мы закрываем крупные сделки. Я с одной сделки сейчас могу заработать миллион долларов. И, ну, я играю в высшей лиге в том бюджете, где там клиенты могут потратить 100 миллионов, у меня останется 2-3. Ты можешь дать рекомендации, какие бизнесы, к тому мнению, вот легче всего заработать первый миллион долларов? Ну, можно заработать, продавая пирожки или мороженое, просто имея большую сеть пирожков или мороженого, или делая веревки. Не факт. Ты думаешь, что построить завод будет проще, чем высадить 50 тысяч бабушек, например, в разных городах. Каждый имеет свои суперспособности, свою модель бизнеса. Кто-то открывает тысячу кофеен и зарабатывает несколько миллионов долларов, продавая все эти самые большие деньги, как я считаю, и как считает человек, который мне очень нравится, это Оскар Хартман. Я бы его в том числе включил в тот список предпринимателей, за которыми наблюдаю, кто мне нравится. Он сказал, что самые большие деньги зарабатываются на продаже компаний, на капитализации, а не с текущей операционной деятельности. И я абсолютно четко это понимаю, продав свои финансовые партнеры. Я сейчас смотрю на бизнес, в том числе с разрезом его стоимости и капитализации компании. Правильно я тебя понимаю, что любой бизнес может дать тебе миллион долларов? Ну, я считаю, что нет бизнесов, на которых нельзя заработать миллион долларов. Даже на плетении браслетов в определенном масштабе ты можешь выйти на такой доход. Даже если это какая-то просто интеллектуальная игра, например, что, где, когда, и ты организовываешь игры, ну, сколько... Вопрос масштаба всегда. Тысячу представителей. Вопрос масштаба, вопрос тех людей, для кого ты это делаешь. Если ты собираешь интеллектуальные игры для миллиардеров, это закрытый клуб, куда люди платят за членство 500 тысяч долларов, чтобы туда попасть. Вопрос, есть ли такие клубы? Сто пудово есть. Можешь ли ты сделать такой клуб? Это уже вопрос. Но можно ли заработать на интеллектуальных играх деньги сто пудово? Ну, вопрос опять-таки, масштабы. Ты можешь выпустить эту игру в настольном формате, сделать рулетку, сделать интересную подборку вопросов и продать ее там 10 тысяч раз по тысяче долларов, условно. Вот тебе будет миллион. То есть, если взять предпринимателя, который думает о том, что он хочет заработать больше денег, он занимается своим бизнесом, в своем городе, первое, что ты посоветуешь, это подумать о фуншизе? Как стоит, допустим, масштабы? Вот как прийти к тому, что вот я готов? Ты можешь найти инвестора, убедить его, заспичить, сделать классную презентацию, взять деньги и на них развиваться. Ты можешь начать привлекать деньги сотен инвесторов, продавая франчайзинговую модель, но ты должен успешный бизнес масштабировать. Основная проблема франчайзингового рынка в том, что часто люди масштабируют неуспешную модель. И они просто вложили деньги, у них не окупается бизнес, и они для того, чтобы хоть как-то отбиться, начинают тиражировать неработающий бизнес. И это not ok. То есть, если взять технологию, которая поможет любому предпринимателю стать миллионером, с чего он должен начать? Как он должен подойти к бизнесу, чтобы он потом масштабировался и он смог на нем заработать? Слушай, начать можно десятью разными способами, и при этом каждый из них может сработать, а каждый из них может не сработать. Это все зависит от того, на что человек настроен. Нужно начинать как-то и в своей системе XY, с учетом всех наборов факторов, которые у тебя есть, с поправкой на ветер, ты должен делать лучшее, на что способен. Вот это, я считаю, правильно. И двигать тебя куда-то. А сидеть, смотреть, спрашивать советы о том, как лучше начать, десять вариантов получше от десяти разных людей, какой из них выбрать. У каждого свой путь. Поэтому я считаю, что человек должен прежде всего делать работу над ошибками, то есть делать, делать работу над ошибками и потом снова делать уже совершенствовать. Скажи, вот ты активно ведешь Инстаграм, Телеграм, также Фейсбук, у тебя ВКонтакты. Ты их ведешь для чего? Для того, чтобы конвертировать своих подписчиков в клиентов, не боюсь, какая-то еще другая цель? Ну, вообще, мне нравится писать. Я получаю большое удовольствие, структурируя мысли, которые переживаю. Для меня что Телеграм, что Инстаграм это мой блокнот. Если раньше люди записывали дневники в тетрадки и в такие бумажные какие-то носители с ручкой, то сейчас для меня это такой же дневник, дневник моей жизни. Я когда делаю итоговые посты за год, я отматываю просто на начало года, начинаю листать, и там все события, которые со мной происходили, мне легко восстановить картину. Я иногда отматываю на 2012, на 2013 год, сажусь, начинаю читать, вспоминаю, переживаю все те моменты, которые делаю, это лучше. Вообще, ну, что я могу делать сейчас с точки зрения сохранения каких-то мыслей своих и частиц жизни. Это будет интересно почитать моим детям. Я уверена, они с удовольствием полистают дневнички своего отца. Но просто сейчас мир такой диджитал, что, конечно, передавать ему какую-то тетрадку, там, это уже неинтересно. Тем более, когда ты пишешь дневник, его может читать ты, плюс там еще какие-то близкие те люди, когда ты эти мысли выкладываешь в социальные сети, ты вообще не знаешь, кто тебя читает, насколько масштабные и интересные люди могут приходить в твою жизнь благодаря этим блогам, этим постам. Ну, то есть, цель все-таки какая основная? Заработать денег на социальных сетях? Я их не монетизирую, я не продаю рекламу. Заработок денег на социальных сетях сводится чаще всего либо к монетизации своей аудитории, либо к продаже рекламы. Я не продаю рекламу, я, если делаю какие-то публикации, то только с теми, кого реально сам считаю хорошими, правильными или чей продукт мне кажется интересным. А, конечно же, я рассказываю о своих компаниях, о своих бизнесах, но я это делаю качественно, принося пользу людям и они считают нужным, когда они выбирают квартиру, покупают квартиру в Москве, хотят снять офис в Москва-Сити или купить загородный дом или нанять себе сотрудников. Они пользуются моими продуктами, они заказывают у нас тесты в HR-сканер, они обращаются к нам за ипотекой или выбирают вместе с нами квартиру. Это мои подписчики, они считаются моими друзьями и, ну, классно, что они выбирают мою компанию. Являются ли социальные сети важным триггером для этого? Да, это публичность, это некий уровень доверия. Я, ведя свои социальные сети, ведя свои блоги, сближаюсь просто с сотнями и с тысячами людей и становлюсь для них более понятным, чем какая-то другая компания. Вот люди сейчас покупают не у компании, а у людей. Скажи, а ты лично сам ведешь социальные сети? Да. То есть пишешь, постишь, все ты делаешь сам? Конечно. Это мои нейронные связи, мои нейронные сети и я вижу эти сублимированные аккаунты, которые ведут СММщики от лица предпринимателей, но вот я не вижу в этом смысла. Ну, то есть для чего ты хочешь? Ну, блин, это то же самое, что сидеть в кадре и твоим ртом будет кто-то двигать и звук будет подкладывать какой-то просто, который будет удовлетворять повестки, но это может выглядеть прикольно и даже иногда работать, но это все-таки сублимация не настоящая. Много времени ты тратишь на соцсети? Вот сколько в день чистого времени ты тратишь, что ты должен запостить? Я считаю, что честно, если человек вышел в соцсети, вышел на арену, он должен вкладываться. Это такая же история. То есть я не любитель делать что-то на три. То есть вести на тройку в инстаграм. Ну, то есть можно, да, но это не будет вау. Это как раз-таки основная тема бизнеса или хайп, да, о том, что мы говорим. То есть если ты что-то делаешь, то делай так, чтобы об этом все говорили, чтобы это было хайповым интересным проектом, чтобы это вызывало ажиотаж, внимание людей и так далее. Вот. Поэтому, ну, я такой перфекционист, я люблю делать. Если делать, то крутое. я лучше не буду делать, я вот не снимаю YouTube. У меня нет на это времени. Я считаю, что это адовая работа. Поэтому я не снимаю YouTube. Ну, как бы, делать какие-то там второсортные ролики на YouTube я тоже не хочу. Ну, просто. All, 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 все или ничего. Вот. Я трачу примерно 30-40 минут на пост. Могу читать комменты час в день. И мне это интересно. Это и есть моя работа. Я вышел в соцсети, ну, как бы, я оттуда выцепляю множество клиентов. Я продаю на 400, там, с лишним миллионов рублей в год только через свой Instagram. Это больше, чем многие, там, агентства делают вообще в целом, да, там, они могут закрывать, там, 10 сделок по 3 миллиона. Я с одной сделки, с инсты, зарабатываю столько же, сколько они за 3 месяца работы, там. Это ты говоришь про риелторскую компанию? Ну, в частности, если люди покупают, там, у меня недвижимость, там, у нас чеки с Instagram, это, там, 20, 50, 70 миллионов рублей. Угу. То есть, правильно я тебя понимаю, 30-40 минут ты тратишь на один пост, плюс где-то час на прочтение и ответы на... Ну, это фоновый режим. Я еду в лифте, я могу полистать ленту, я сижу, там, не знаю, жду какого-нибудь приема стоматолога, я полистаю ленту. То есть, это фоновый режим, как бы, контроль своей коммуникационной линии. По факту, я построил линии. Мне чем Telegram нравится? Тем, что там нет обратной связи, что я контент публикую, как дневник, как хранилище мысли, да, такой бокс. А в ответ мне не надо обрабатывать комментарии. Instagram все-таки, он имеет некое вовлечение, а в Telegram, вот, я запостил мысль, и она не требует больше моего внимания. Это мне нравится. Поэтому я разно использую канал. Скажи, вот ты запостил в Telegram, этот же пост ты дублируешь в Instagram? Нет. У тебя абсолютно разные... Иногда, то есть, контент разный. Instagram, он для того, чтобы к фотографии прикрепить какую-то идею, то есть, там обязательно фотография. В Telegram у меня 90% постов не имеет никакой фотографии, это просто текст. Просто текст в Instagram ты не можешь выложить, там все равно нужно какая-то картинка. Поэтому Instagram дает чуть больше требований для того, чтобы у тебя сформировался интересный контент. А в Telegram это проще. Поэтому я прежде всего пишу в Telegram, на в Insta, и вообще другой... То есть, я, допустим, не пишу заметки с путешествий в Telegram. Ну, прочти. Хотя Японию, допустим, я запостил туда свои путешествия по Японии. Но я посчитал, что это интересно моим читателям. А то, что ты постишь в Instagram, ты дублируешь в Facebook и ВКонтакты, да? А на классикам это не пользуешься? Пока нет. Не настал. В то время, да? Хрюсов, рекомендуешь ли ты всем предпринимателям вести социальные сети? Стоит ли на это вкладывать время? Или, может, в бизнес это нужно? И в какой ситуации вообще нужно? Это надо быть готовым просто к публичности, к открытости. Не все... Ну, то есть, я выбрал такую стратегию. Я пишу про сделки, я пишу про то, сколько, в каких комплексах, на какую сумму мы продали. Я пишу про своих сотрудников. Я не боюсь, что им кто-то напишет и увидет их. Понимаешь, многие боятся публиковать тех, кто у них работает, потому что их могут хантить, например. Я уверен, что люди у меня работают, потому что у нас классная, сильная, развивающая компания. Я не боюсь там писать про них, в пост. Вот. А если человек боится, он говорит, деньги любят тишину, то он просто выбрал другую стратегию. Ему тогда вообще не надо. Есть люди, ну, параноидальные, которые боятся, что за ними следят, что про них все узнают. Возможно, на определенном уровне развития компании, бизнеса, ты становишься интересен тем, кому ты не хотел бы быть интересным, да. И там, тебе нужно уже суперчетко соблюдать вот эту историю. Хотя есть куча миллионеров, которые ведут свои посты, и рыбаков, ну, блоги ведут, и там, Черняк, и Хартман. Вопрос этичности, скорее всего. Если у тебя чистый, этичный бизнес, чего тебе стесняться, что тебе бояться? Федор овчинников ведет спокойно открытые публикации о всем, потому что бизнес прозрачный. Если же у тебя мутная вода, есть какие-то детали, нюансы, ты обманываешь государство, либо ты там делаешь какие-то неэтичные схемы, то ты, конечно же, будешь напряжен, будешь бояться, что тебя поймают за руку, схватят, и там, что-то с тобой произойдет. Поэтому разумно, что неэтичные компании не ведут свои социальные сети и предприниматели, которые делают что-то нечестное, они чаще всего не выходят на арену. Но вот ты рекомендуешь вообще выходить в соцсети? Если твой бизнес этичный, если ты видишь там своих клиентов, если у тебя есть стратегия, то, конечно. У меня стратегия есть, я ее реализую через свои посты, через публикации, создаю у людей некую реальность. Сколько людей я узнал о моей компании благодаря тому, что читали какие-то полезные и заботливые посты о бизнесе, они становятся нашими клиентами, они с радостью приходят в компанию. Скажи, а у тебя есть подписанная стратегия, как ты ведешь телеграм, инстаграм? Стратегия, она какая? Давать ценность в каждом сообщении, в каждом посте или повышать настроение. У меня два стратегических. То есть, я либо могу какую-то шутку запостить, прикол, мем какой-то, от которого сам, ну, посмеялся, и мой день стал чуть-чуть веселее, жизнь стала чуть-чуть добрее, вот, либо какую-нибудь песню, например, я про телеграмм говорю, либо какой-то полезный контент. А так, чтобы лить воду, вот я не любитель. У меня стратегия давать ценность, пользу, эстетику, красоту, я даже много заморачиваюсь за оформление самих текстов, потому что тоже имеет значение за фотографии, вот, поэтому, ну, вот моя стратегия адекватности и заботы. А где ты научился так грамотно и интересно писать? То есть не каждый же может взять, сесть и написать интересный текст. Все обычно стандартно? Это эволюция, то есть я не знаю ни одного курса, где ты можешь сразу написать классный текст, не написав до этого тысячу неклассных, понимаешь? То есть я открываю иногда за 2012 год посты, читаю их, и мне не нравятся эти тексты. Хотя я тогда учился, я пробовал. Самое главное не сидеть без дела, то есть если ты начинаешь что-то писать, ты читать много, кстати, то есть я читаю хорошие посты и интересные тексты. Ну открой, хорошо, открой Forbes, открой РБК, открой суперинтересные, крутые статьи, которые тебе нравятся и разбери их на части. Посмотри язык, посмотри заходы, открой любую книжку, которую интересно читать, Том Сойер, Геккельбери Финн, от которой люди не могут отрываться и которую они могут открыть в любой, значит, части и начать читать. Алиса в стране чудес. Как устроены диалоги, как они оформлены, как идет драматургия, как подаются герои, как они появляются в кадре. Все, возьми эти модели, транспормируй на свой бизнес и ты научишься рассказывать истории, которые нужны людям. Тебе не надо, значит, ну, изобретать литературу, она уже есть. Писатели пишут тексты, ты можешь тоже стать писателем, посмотри их приемчики, используй их хотя бы как-то. Это может быть вначале как каргокульт, когда ты копируешь само содержание, ну, как бы коробку, по оформлению текста и он может быть не очень сильный, а потом у тебя появятся метафоры, потом у тебя появятся сложно сочиненные и прилагательные, и вот у тебя и классный текст. Сколько ты практиковался, чтобы прийти вот к тому, что вот ты сейчас делаешь интересные посты? Вот сколько лет ты, я не знаю, пробовал? Я думаю, 4 года. 4 года, чтобы прийти к тому, к чему ты пришел? Да, но есть правило 10 тысяч часов, чтобы достичь какого-то совершенства, ты должен заниматься и посвятить этому время. Если мы говорим о настоящем мастерстве, о искусстве, Кенни и аутсайдеры отличная книга, которая рассказывает про это правило. Отлично, давайте перейдем к рекомендациям. Вот какие книги, фильмы, может быть, ютуб-каналы ты бы порекомендовал нашим зрителям почитать, посмотреть? Ну, книга, это как лекарство, это то же самое, что спросить к врачу, доктор, какие лекарства должен обязательно принимать любой человек? Ну, вообще, если ты здоров, тебе никакие лекарства не нужны, понимаешь? То есть, если у кого-то нет проблем и задач, ему, может, не нужно ничего читать, у него, ну, все как бы окей, он схватывает все идеи из текущего инфополя, у него достаточно сильное окружение, которое подпитывает его важными ответами на вопросы, у него сильные менторы, может, ему не нужны книги, книги, это всего лишь некие либо области знаний, которые ты хочешь, ну, чуть-чуть прокачать, либо ответы на вопрос, который ты ищешь. то есть, я читаю книги, допустим, корпоративная религия, потому что я хочу научиться строить компании, которые удерживают, имеют ядро, такой магнит в центре, да, очень сильного притяжения, как у нашей планеты, которые удерживают людей, клиентов и так далее. как это делать? вот там есть по технологии. Ну, я иногда читаю вообще какие-нибудь книжки про, не знаю, вот сейчас я читаю, как читать книги, например. То есть, читаешь книгу, как читать книги? Да. Как рассуждать о книгах, которые ты не читал, как рассуждать о странах, в которых ты не был. Ну, вот есть такая серия книг, например. Ну, просто это интересно, забавно. я просто специально ухожу от ответа на вопрос, что порекомендовать, потому что, если человек только начинает бизнес, ему может надо прочитать «Богатый папа, бедный папа», а те, у кого уже нет с этим задач, ну, смысл ему читать эту книгу, она даст ему ответы на вопросы, которые он уже получил, понимаешь? И ему нужно тогда читать, может быть, какую-нибудь книгу по управлению, там, Азидаса, например, или Хоголдрата, цель, допустим, управления производством, и он там возьмет ту крупицу ценности, которая сделает всю его жизнь сильнее. И при этом он может сколько угодно читать какие-то базовые вещи, они его не прокачают. Поэтому здесь правильный градиент должен быть. Я не хочу, у всех людей, кто смотрит разные запросы, разные ситуации в жизни, кому-то вообще надо прочитать толковый словарь русского языка и с этого начать, например, или, допустим, учебник по литературе за пятый класс. Назови тогда свою любимую книгу, бизнес-книгу, в которой ты впечатлен. На каждом этапе жизни это были разные книги. Когда-то это была «Богатый папа, бедный папа». Она не была моя любимая книга, она была судьбоносная, она просто поменяла одну идею, поменяла, ну, к доходу, да, к деньгам, она поменяла, ну, мое поведение. Я сделал действие, написал заявление, уволился и пошел работать уже в свою компанию, сам строить свой бизнес, брать на себя ответственность и риски. Вот. Допустим, сейчас там я прочитал вот ту же цель и критическую цепь, допустим, Хо Голдерта. Я прям ее вслух читал своему помощнику, да, я там супер кайфанул. Каждого времени свои кумиры, свои идеалы. Нету универсальной книги, которую я бы мог отнести. А YouTube-каналы ты смотришь кого-то? Я смотрю Парфенова, Собчак. Собчак? Да, Собчак. А почему? Ну, потому что она прикольное интервью берет. А я смотрю за тем, как она просачивается к людям в жизни, как она значит, заходит с этого ракурса, с этого ракурса, как она формулирует вопрос. Она крутой журналист. Я люблю журналистов, потому что они профессионалы в свое дело. Мне нравится Парфенов, то, как он подает данные, как он подает факты, как он жонглирует этими словами. Это моя область интересов. Я ее смотрю, потому что я смотрю Строколовского, который там из старой тачки делает Ламборгини и Феррари. Вот у него бодикит, обвесы. Это для меня... То есть есть просто какой-то, знаешь, типа объем знаний, который ты можешь потреблять, а есть развлечение. Ведь задача жизни получение удовольствия. Я могу, не испытывая чувства стыда или какого-то саморочевания, просто лечь вечером в 10 часов, включить какой-нибудь видос с Олега Майами, например, с путешествия в Екатеринбург и просто кайфануть, посмеяться, посмотреть. И многие просто в этот момент начинают сами себя внутри грызть, что я должен каждую минуту жизни проводить с пользой, что я сейчас перед сном не должен смотреть вообще YouTube. Мне сказали, что это не надо. Это, блин, но пока что у меня нет сложностей и проблем. Я не считаю нужным как-то, ну, типа, изменять тому, что я считаю правильно. Скажи, через 10 лет Олег Торбосов как предприниматель, какой он будет? То есть тебе сейчас сколько лет? Ну, во-первых, я ни разу на этот вопрос не отвечал в интервью, и этот вопрос, ну, в принципе, как бы не считаю интересным, потому что возраст там метрика, которая не дает вообще никакой ценности и данных. То есть, ну, типа, это то же самое спросить, а какое расстояние от Луны до Марса, да какая разница? Ну, типа, сколько лет? Это что, попытка подстроить систему, координат, типа, оценить человека? Я не хочу, чтобы меня оценивали, особенно общепринятыми стандартами. Поэтому я этот вопрос как-то, ну, типа, не, обычно не отвечаю на него. Каким я буду через 10 лет, я не знаю. Если бы меня 10 лет назад спросили, там, типа, можно сказать, 10-летним мальчишкой, да, например, меня бы спросили, слушай, а кем ты будешь через 10 лет? Я бы сказал, да фиг его знает. А где ты будешь учиться? А кем ты захочешь стать? Я вообще хотел стать космонавтом, как все парни, и потом хотел стать дворником, потому что мне нравилось наводить порядок, чистоту, системная работа. Мне казалось, что ты приходишь, квадратами убираешь, там все, у тебя чистота, порядок. Очень мне нравилась такая работа. Мама смеялась, что я не стал дворником, вот, стал предпринимателем. В принципе, то же самое. То есть я убираю и навожу порядок на рынках, на которые выхожу. И там структурирую информацию, пропускаю через себя. После меня появляется чистый, приятный, уютный контент и приятный рынок. Вот. Поэтому, если меня спросят, кем я буду через 10 лет, кто-то знает. Может, я буду жить на Бали, вообще дауншифтить, и у меня будут там трое детей бегать, и я вообще скоплю какое-нибудь состояние, сколочу, закрою суперсделки и потеряю интерес к бизнесу, погружусь в нирвану и буду медитировать. А может быть, я буду вообще сидеть где-нибудь в Госдуме. Ну, мало ли, куда пойдут вообще. Значит, а может, я буду жить в другой стране. А может, меня вообще не будет. Ведь мы не знаем, что может случиться, произойти в любой момент. Поэтому, это как ментальная ловушка, нет смысла столько времени тратить на то, чтобы прогнозировать что-то. Потому что в 98% случаях не сбываются прогнозы, идет не так, как ты хотел. У тебя должны быть ориентиры, некие цели, как маяки такие, да, в море для кораблей. Вот. Ну, чтобы примерно понимать, куда плыть. Оказавшись перед Абрамовичем, вот какого вопрос ты бы ему задал? Я думал, когда ты сказал «оказавшись и замер», я думал, перед Богом, перед Путиным, кто же будет героем этого вопроса? Абрамовичем. Да, слушай, здесь самое важное понимать формулу общения. Я не хотел бы быть навязчивым, я не хотел бы быть таким человеком, который... Вот многие подходят и задают вопрос для того, чтобы просто тебя заметили, потому что им не важен ответ и так далее. Все зависит от контекста. Если мы будем на яхте чилить, я спрошу, изучает ли он человека, нравится ли ему какие-то философы, там, ну, какие-то контексты будут происходить, понимаешь? То есть ты не можешь взять и вырвать из контекста. И ты такой, хоп, оказался перед ним и задаешь этот вопрос, будет ли он уместен? Фиг его знает, понимаешь? Это очень сложно, потому что есть еще серия вопросов, а если, с кем бы из прошлого ты хотел бы встретиться с... 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 ...которого нет, или там, с... с... Сталином, или с Наполеоном, с кем... Тоже я не знаю, с кем бы я хотел встретиться, поболтать. Со Стивом Джобсом хотел бы попить чай, например, и просто спросить, Стив, как ты это сделал? Как ты смог это придумать? Ну, то есть, не знаю, это такой вопрос, как бы, эфемерный, ну, то есть, все зависит от контекста, от ситуации. Главное понимать и уметь считывать контекст. Когда ты уместен, когда ты не уместен. Иногда можно просто помолчать, сказать, слушайте, ну, блин, как хорошо с вами посидеть, помолчать просто. Спасибо, что не прогоняете меня. Уже 10 минут с вами кайфово просто, я могу так сказать. И все, и просто сидеть, молчать. Последний вопрос. Есть какое-то правило жизни, вот твое, которым ты следуешь, и вот ты считаешь, что было бы хорошо, чтобы многие другие так же следовали. Принцип? На него, может быть, совет? Ну, здравый смысл, наверное, все-таки. То есть, я считаю, что вся жизнь, она должна быть подчинена здравому смыслу. и ты должен делать действия, ну, на основе того, что ты считаешь правильным, неправильным, на основе своей системы, на основе своей системы, координат, того, что ты считаешь хорошим, что плохим. Это классно. Когда тебе навязывают цели, навязывают идеалы, навязывают модели поведения, и ты их не принимаешь, не соглашаешься с ними, но действуешь в соответствии с ними, это вот самое страдание и мучение для человека. Поэтому я все-таки двигаюсь на основании собственного здравого смысла и стараюсь свою жизнь и все происходящее, свою картину мира синхронизировать с тем, что я чувствую, что я знаю об этом мире, я, может быть, что-то не знаю. Когда я что-то узнаю, моя ситуация меняется, мой взгляд и мой подход меняются. Я за последние 4 года полностью раза 4 наверное трансформировался кардинальным образом в отношении с людьми, в общении, в управлении своими эмоциями, в построении компании, в найме сотрудников. Просто куча всего происходит, что будет через 3 года даже, не знаю. А кто знает? Какой курс доллара будет через 3 года? Фиг его знает. Кто знал все эти... Если бы все могли классно предсказывать, они бы были все с миллионами долларов. Поэтому у меня просто есть некие задачи, которые я делал, в жизни. Это быть счастливым и как можно дольше прожить. В гостях был предприниматель Олег Торбусов, который думает, осознает и понимает решения. У тебя же про деньги интервью и зарабатывает. И зарабатывает деньги. Много денег. Много, опять-таки, это относительно понятие. Для кого-то много, для кого-то мало. Для Ромовича, наверное, будет мало. Олег, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok